Всем привет! Меня зовут Марина. Спасибо, что вы смотрите это видео. Сегодня у нас будет заказ сайта Фитокосметик. Это не реклама, это мне не прислали на обзор, как я уже сказала во влоге. Это я купила на деньги собственного мужа. Не слишком много продуктов, но вот столько продуктов. Я за них заплатила вместе с заставкой всего лишь 1350 рублей. То есть я хочу сказать, что за небольшие деньги можно купить достаточно много уходовых средств себе. И забегая вперед, скажу, мне они понравились. Так, давайте начнем. Заказ я сделала именно на сайте Фитокосметик. Это я смотрела какое-то видео на ютубе у девушки. И она как раз с этого сайта заказывала. И рассказывала, что там была акция вообще в тот день 1 плюс 1. То есть ты покупаешь продукты себе, и тебе точно такие же продукты присылают еще и бесплатно. То есть ты платишь за одно, получаешь бесплатно. А получаешь 2 продукта по цене одного. Это очень классная акция, поэтому я решила тоже зайти на этот сайт. Но такой акции в этот день уже не было. Там что-то было другая. Подпишись на рассылку, получи 15% скидку. В общем, девочки. И вот все, что я себе выбрала, я вам сейчас покажу. Заходя раньше в Фикс Прайс, я видела некоторые продукты от марки Фитокосметик. Но они же хорошие. Но мне же нравятся эти продукты. Подумала я и решила сделать. Начнем с первого продукта, который я заказала. Это гель масла для умывания. Это для меня такой спорный продукт. Я вообще сначала не поняла, как им пользоваться. То ли это гидрофильное масло работает как гидрофильное масло. То ли это просто средство для умывания. Здесь написан способ применения. Нанесите на сухую кожу. Добавьте воды. Вымойте. Это не гидрофильное масло. Это именно средство для умывания. Которое снимает даже водостойкий макияж. Для тех, кто не использует гидрофильные масла. Но кто хочет получше очищать поглубже свою кожу. Тому вот это средство прекрасно подойдет. Я вообще привыкла к гидрофильным маслам, бальзамам и всяким гидрофильным продуктам. Но и поэтому для меня вот это было немного необычно. Когда нужно взять и просто умыться одним средством. Предварительно не снимая макияж. Но проверив кожу после умывания тоником. Ватным диском с тоником. Моя кожа была чистая. Приятная. Светлая. Ну в общем-то она сама по себе такая. Но я к тому, что кожа была чистая. На ватном диске не осталось никаких следов. Это средство хорошо очищает кожу. И снимает даже водостойкий макияж. Эти же средства можно купить также и на Wildberries. Я посмотрела. Каждое из этих средств на Wildberries стоит чуть дороже. Я взяла накладную. Буду озвучивать вам стоимость на сайте. И стоимость на Wildberries я рядышком записала. Итак, вот это гель масла для умывания серии Народные рецепты на цветочном бальзаме. Здесь 165 мл. И стоит оно на сайте 137 рублей 70 копеек. А на Wildberries это же гель масла стоит 174 рубля. То есть немного дороже. На Wildberries там же разные продавцы. И у каждого своя стоимость. То есть я вам указываю самую низкую стоимость из представленных на Wildberries. То есть 137 против 174. Отличное средство. Мне понравилось. Следующее средство, которое я купила. Это вот такой крем для тела. Десерты красоты. Они стали популярными еще несколько лет назад. Но я почему-то их не покупала. Тогда я на них смотрела и думаю. Да ну ничего в них особенного и не покупала. А сейчас решила попробовать. Спустя мне кажется лет 5. Это молочко для тела. Смотрите написано нежное увлажняющее молочко для тела. Ванильный капючин. Но насчет того, что это молочко. Но это совсем не молочко. И сейчас я вам это покажу. Открываем. Вот я вчера уже им пользовалась. Я уже воспользовалась вообще каждым из этих продуктов. Чтобы у меня было что вам рассказать. Здесь ну как бы в виде цветка вообще сделано. Оно сейчас возможно немного перетряслось. Здесь гелевые вставки и кремовые вставки. Очень ароматно пахнет кофе. Очень ароматно прям. Да капучино. Ванильным капучино именно и пахнет. И вчера после ванны, когда я им намазалась, от меня полчаса или больше точно очень интенсивно пахло кофе. Итак. Вот эта коричневая часть это гель. Увлажняющий гель. А вот эта кремовая часть это даже не крем и совсем не молочко. О, это что-то такое очень настолько плотное. Ну это крем, да. Крем, что-то среднее между кремом и муссом настолько плотное, что вот здесь я вам вставлю картинку. Как вчера я его в ванне. Я была очень удивлена, честно говоря. Я думала вот эта белая часть это будет либо мусс, либо просто нежнейший крем. Но в принципе, скорее всего это сделали именно для того, чтобы форму в баночке это сохраняло. Он, его нужно в общем смешать, смешивать в ладошки. Уже мы когда набираем, смешиваем в ладошки гель и крем и разносим это средство по телу. Смешивается вот эта кремовая часть. Ее достаточно тяжело смешать с гельем, но все возможно. И наносим это на кожу. Эффект классный. Ой, как пахнет. Очень хорошо увлажняет и питает. То есть интенсивное воздействие оказывает на кожу. Средство очень хорошо напитывает и увлажняет кожу. Кожа очень комфортна. Она не сухая, она не шелушится. Я мажусь кремом два раза в день, утром и вечером. И когда я не мажусь, то есть если я один раз пропущу, да, намазаться кремом, то моя кожа не пострадает. Но если я начну это делать чаще, то у меня уже начнет сначала чувство стянутости, потом сухости. Я не люблю. Я очень люблю, чтобы мне было прям очень комфортно. Нигде ничего не стягивало, не сушило. И вот поэтому я мажусь кремом два раза в день. Вообще классный. Очень понравилась стоимость. На сайте я его купила за 190 рублей. Давайте копейки не буду называть. 190 рублей. На Вайлберис такое молочко для тела стоит от 269 и выше. Там, по-моему, была стоимость аж чуть ли почти до 500 рублей доходила. Но я буду вставлять картинки, все, что найду. В общем, выгоднее было взять это на сайте. Вот такой инстабокс. Да, инстабокс? Да, набор косметический инстабьютибокс. В этом боксе три продукта. Стоит он 162 рубля. Здесь крем для лица, патчи и маска для лица. Открываем. Это не тканевая маска, это кремовая маска. Увлажняющая маска для лица. Так, дальше патчи. Патчи вот такие. Это что, гидрогелевые? Слушайте, я не знаю, они такие плотные, я их не открывала. Хочу этот набор отдать дочке, подарить. Ну, я думаю, что это гидрогелевые патчи. И крем. Ну, крем, посмотрите, вот такой малюточка. Малюточка крема называется омолаживающий крем сияния для лица. Бьюти фильтр. Я этот крем попробовала. Несмотря на то, что я хочу отдать этот набор дочке, ей всего 13 лет, но я могу сказать, попробовав его, что это не крем для подростковой кожи. Возможно, это для молодой, но и также для зрелой кожи он тоже прекрасно подходит. Сегодня утром я наносила его на свое лицо. Здесь он заявлен как крем сияния. Там нет никаких сияющих, светоотражающих частиц. Он не слишком легкий. То есть он не такой, что ты его нанес, он впитался и как будто бы ничего на лице не осталось. Вот как раз такие кремы, я считаю, подходят именно для подростковой кожи, которые очень легкие впитываются и все. А вот такой крем, он лежит как бы на твоем лице, и ты его видишь. Этот крем дает эффект влажной кожи. То есть там нет сияющих частиц, но ваше лицо имеет такой как бы влажный как будто бы финиш. Оно слегка блестит. То есть я считаю, что такой эффект не понравится девушкам с жирной кожей. Я знаю, у меня была жирная кожа и мне любой вот такой вот, вот такой любой эффект вызывал негатив. Мне не надо, мне надо матовость. Только матовость. Потому что это сияние, оно и так у меня будет там через час. Нет. Жирной коже не понравится, а вот девушкам с нормальной и сухой кожей такой эффект прекрасно подойдет. У меня нормальная кожа, мне понравилось. Лицо выглядит здоровым, таким свежим. Какие эффекты тут заявлены? Увлажняет и питает. Да, хорошо увлажняет и питание тоже он дает. Омолаживает кожу. Омолаживает за счет своей текстуры. За счет того, что он вот как раз придает эффект влажной кожи. И кожа, да, выглядит молодой и красивой. Да. Разглаживает мелкие морщинки. Да, мелкие морщинки разглаживает. Но только лишь те, которые вызваны сухостью верхнего слоя кожи. Естественно, какие-то глубокие морщины, которые вызваны укорочением мышц крема. Никакой крем на них не сможет подействовать. Но те, которые вызваны сухостью, да, он будет разглаживать слегка. Настолько, насколько способен крем, будет разглаживать. И обладает лифтинг эффектом. Ну блин, лифтинг эффектом нет. Нет. Лифтинг эффектом он не обладает. Ну прикольный крем. Мне понравился. Такой маленький объемчик. Три средства. Этот набор я купила на сайте за 162 рубля. А на Wildberries он стоил 221 рубль. Следующее, что я купила, это вот такой распаривающий скраб. В принципе, я не очень люблю маски с эффектом охлаждения или согревания, распаривания кожи. Но так как я делаю себе промасливание лица, и мне в принципе сейчас нужен эффект распаривания. И когда мне попался на глаза вот такой скраб, я решила его попробовать. Он имеет текстуру вот такую гелевую. Там в нем частички. Они достаточно мелкие. И то есть то, что мы видим, знаете, вот эти темные частички, это не то, что будет полировать вашу кожу. А те частички, которые полируют, они прозрачные тут и белые. Скорее всего, это какие-то... Пластик, скорее всего, мелкий. Но настолько мелкий, что он не ранит абсолютно кожу. Хорошо скрабирует, полирует. Мне понравилось. И действительно имеет распаривающий эффект. Буквально сразу начинает лицо нагреваться, кожа распаривается. Когда массируешь через минуту, допустим, уже этот эффект я не так ощущала. То есть мне казалось, что уже нет этого эффекта распаривания. Но когда я смыла этот скраб, я видела, что мое лицо именно распаренное. Чистое, с очищенными порами. То есть классный скраб. Мне понравился. На сайте этот скраб я купила. Распаривающий травяный скраб для лица серии Народные рецепты. На сайте он стоит 130 рублей. На Wildberries такой скраб стоит 154 рубля. Опять же, дешевле. Цветочное масло для душа. Именно оно меня соблазнило в заказе у девушки, благодаря которой я сама пошла на сайт и купила себе эти средства. Цветочное масло для душа питательное. Тоже вчера уже я это испробовала масло. У него очень приятный цветочный аромат. Он достаточно интенсивный. Это масло действительно питательное. Я вчера использовала его без мочалки. Просто руками наносила на кожу. Очень приятное. Не сушит кожу. Оставляет кожу увлажненной после себя. Что еще можно сказать? Понравилось. Вот это масло мне понравилось. Ну и аромат прям такой цветочный. Вкусный для меня. Стоило это масло. Цветочное масло для душа. 101 рубль. На Wildberries такое масло 142 рубля. Еще один набор, который у меня в заказе. Это вот такой набор. Таблетка красоты. Я знакома с серией Таблетка красоты. Я пробовала не все конечно же средства из нее. Но те, которые я пробовала, я от них в полном восторге. Кстати, этот набор я еще не пробовала. С обратной стороны это выглядит вот так. Вот эта голубенькая это кислородная маска для лица. Белая это увлажняющая маска для лица. А розовая это скраб для лица преображения. То есть тут три средства. Такие средства, если их наносить нужно в качестве крема или несмываемой маски для лица, мне хватает на 10-14 дней. Если это маска, которую нужно смывать, то я наношу ее толстым слоем. И в принципе я использую ее за один раз. Но можно разделить на два вполне легко. То есть надолго. Это не одноразовые. Это не одноразовые средства. Я проверяла на сайте Экоголик. И у них отличный состав, я вам скажу. Там в каждом средстве мне встречалось... Там же на сайте Экоголик оценки от 1 до 5. И вот в каждом средстве встречается там одна оценка, например, 3. Остальные 4 и 5. То есть отличный состав у этих средств. И эффект мне очень нравится. Эффект заметен. Я не знаю, как они работают. Что это воздействует так прекрасно на мою кожу. Моя кожа преображается с первого раза от этих средств. Надеюсь, что этот набор оставит такое же позитивное впечатление на меня, как и предыдущие средства из серии Таблетки Красоты. Этот набор обошелся мне на сайте в 174 рубля. На Вайлберис наборов вот таких именно из трех средств не было. Там были наборы из двух средств. Я вам вот вставлю цены, которые я нашла. Но это не совсем то самое. Потому что там только два средства, а вот здесь три средства. Витаминный тоник для лица на березовом соке. Мне захотелось для себя купить какой-то прям более-менее натуральный, легкий. Без дополнительных активных ингредиентов, агрессивных в виде кислот, витаминоцетов и так далее. Просто элементарно обычный увлажняющий тоник. Это тоник на березовом соке. В нем содержится комплекс витаминов. Он предназначен для сухой и чувствительной кожи. Я вчера им также воспользовалась. Очень приятный у него аромат. Мне показалось, что это да, аромат березового сока. Что-то очень похожее на аромат березового сока. Он абсолютно прозрачный, легкий. Он не щипит кожу, не раздражает. Такой невесомый. Как тоник вообще классный. На сайте он стоил 110 рублей. А на Вайберес его стоимость от 136 рублей и выше. Крем для рук и тела, увлажнение и питание. Он нежного зеленоватого цвета. Консистенция очень приятная, такая нежная. И в то же время в нем содержится какой-то ингредиент, который прям обволакивает. Хорошо разносится и впитывается. Оставляет такой свежий аромат. Знаете, тут что должно быть? Авокадо и макадамия. А мне пахнет каким-то парфюмом. Легким. Приятным, свежим. Очень вкусно пахнет. Я буду использовать его на руки, на тело не буду, потому что такой баночки для тела мне хватит максимум на 3-5 дней. Поэтому он идет у меня как крем для рук. Понравился. Очень приятный. Такой крем стоил на сайте 92 рубля. На Вайлберис такой крем продается за 129. Последнее средство, которое у меня было в этом заказе, это вот такая тканевая маска. С морковью и шпинатом. Это тканевая маска для лица. В принципе стоимость, я не скажу, что очень бюджетная. 85 рублей стоит эта маска на сайте. На Вайлберисе в одном экземпляре по одной штуке такие маски не продаются. Я там встречала только набор из трех штук за 216 рублей. Ну, в принципе, получается, что на Вайлберисе это единственное, что дешевле. Но одну там вы купить не сможете. Вчера я попробовала эту маску. Она очень приятная. В ней кремовая пропитка. Она такого приятного оранжевого цвета. Заявлено, что это морковь и шпинат, а мне пахнет тыквой. Как ни странно, обычно средства, которые заявлено, что это тыква, пахнут дыней, а вот это вот морковь и шпинат, мне пахнет тыквой. Очень приятная. Но какой минус? Для меня, для моего лица очень большое лекало. Неудобное. На фотографии вы можете увидеть, как это выглядело на мне. Лекало неудобное, но эффект очень хороший. Увлажнение и питание. Здесь предполагается не смывать остатки маски, а массирующими движениями вбить остатки в кожу. Я смывала. И эта маска оставляет липкость. И очень хорошо питает и увлажняет. Прям очень хорошо. Подойдет для сухой кожи, для обезвоженной кожи прекрасно. Я смыла эту маску. И даже после того, как я ее смыла, я чувствовала, насколько мое лицо напитано. То есть эффект есть очень хороший от этой маски. Доставка стоила до моего города 169 рублей. Посылка шла 2 недели. То есть если у вас уже, конечно, закончили средства и вам срочно нужно, то, скорее всего, удобнее будет купить на Валберис. Либо если вам нужно 1-2 средства, разница в стоимости будет не слишком большая. 20-30 рублей за каждое средство. Но в целом, если вы хотите заказать побольше себе продуктов, то будет выгоднее купить именно на сайте. И тем более там такие есть акции, про которые я вам уже вначале рассказывала, типа 1 плюс 1 или еще какие-то другие акции. То будет гораздо выгоднее купить именно там. Это все, что я вам хотела сегодня показать и рассказать. Всем пока. Продолжение следует...